В Гонконге открылся офис Китайской службы безопасности. Он будет следить за выполнением нового закона о нацбезопасности, который Пекин недавно принял в этом автономном регионе, который вызвал недовольство как местных жителей, так и международного сообщества. Прохожие говорят, что не ожидали увидеть представительство китайской полиции так быстро и без предупреждения. «Никакого уведомления не было. Они ничего не сказали людям, а потом внезапно перекрыли дорогу. Ни с того, ни с сего столько всего происходит. Я вижу в новостях, что поднимают флаг, дорога закрыта, на улице много чиновников. Не думаю, что это хорошо». Новый закон будет наказывать за преступления, связанные с подрывом власти, сепаратизмом, терроризмом и сговором с иностранными силами. Максимальное наказание по его статьям – пожизненное заключение. В понедельник опубликовали некоторые детали нового документа. Так полиция сможет обыскивать частное помещение без ордера. Также от интернет-провайдеров смогут требовать снять определённый контент с их платформ. 2 июля власти Гонконга также признали незаконным популярный слоган протестующих «Освободить Гонконг. Революция нашего времени». Американский сенатор Рик Скотт на своей странице в Твиттер написал «жителей Гонконга превратили в заключённых в собственной стране». А глава гонконгской администрации Кэри Лам, которую называют «ставленницей Пекина», сказала, что закон достаточно мягкий по сравнению с подобными документами в других странах. Она также заявила, что все уголовные преступления в рамках законодательства чётко определены. Не все придерживаются такой же точки зрения. Так, многие жители Гонконга и правозащитные группы уже сказали, что новый закон настолько размыт, что в его рамках смогут преследовать всех неугодных Пекину. В законодательном органе автономного региона между оппозиционными и пропекинскими депутатами произошла словесная перепалка. «В материковом Китае каких людей арестовывают по обвинениям в попытке свергнуть режим? Это Лю Сяо Бо, Ван Цюанчжан, Цюй Джи Юн. Все эти люди не сделали ничего, что нанесло бы вред нации. Они просто пошли против политики». Тем временем Facebook, Google и Twitter приостановили выполнение запросов гонконгских властей на получение данных пользователей в регионе. Тем самым они также выразили свои опасения по поводу нового закона. Эти интернет-платформы долгое время работали здесь свободно. В материковом Китае ситуация другая. Там действует правительственный фаервол, который блокирует доступ к Google, Twitter и Facebook.